Даша на больничном. Пожелаем Даше здоровья. Здоровья тебе, Даша. У меня есть татуировка на плече с сердечком, где ты, Христофор и Даша внутри. Христофор, да, журфаку ему окончил. Журфатическое заканчивал. Да, конечно. В целом я всю информацию получаю из кошки. Кек. Всё. Алло. Алло, Даш, как наш подкаст называется? Из 13 в 30. А ты сможешь интро так записать, типа мы тут умные такие? А что, вы забыли, что ли, интро? Нет. Короче, всё поплыло, Даша, пожалуйста. Мы знаем, что ты на больничном. Пожалуйста, скажи интро. Мы не можем начать уже час. Окей, хорошо. Всем привет. Вы слушаете подкаст из 13 в 30. Еженедельное тук-шоу о молодых людях, которые постарели слишком рано. И в студии с вами ваши ведущие. Даша, Диана и Данил. Всем пока. Всем привет. Всем привет. Вот, теперь, получается, мы можем по-человечески начинать подкаст, когда у нас есть приветственное слово от Даши. О чём будет сегодняшний выпуск? Миллион комментариев. Завалили почту нам. Просто буквально сервер обрушился от того, сколько вопросов. Сколько вопросов поступило в студию. Главный вопрос – кто такая Диана? Да, да. И вот мы сейчас вместе с вами будем разбираться. Мы подготовили вопросы для тебя. Итак. Интересно, мне надо, как дуть во время интервью телефон в рот засовывай, когда я буду слушать от тебя ответ, или обойдёмся без этого. Обойдёмся без этого. Жаль. Первый вопрос. Я слышал, что твоя главная мечта в жизни была это вести наш подкаст вместе с нами. Это правда или нет? Это правда. Я очень хотела начать вести какой-то подкаст. И это был тот момент, когда я сидела, знаешь, как у распределяющей шляпы. И такая, только не бизнес-IT, только не бизнес-IT, пожалуйста. И тут всё, факультет Слизерин. И я уже в подкасте из 13 в 30. Это действительно мой самый любимый подкаст. Мы скорее, знаешь, такие ребята не из Слизерин, а из Пуффиндуя. Ну, да. Которые просто молодцы за то, что они есть. У меня другая форма. Надо будет заменить. Ну, на самом деле, да. Я очень любила и люблю этот подкаст. Он один из первых. И просто... Да, он, по-моему, пятый. Ну, и проверим, насколько ты вообще являешься фанаткой. Вот эти вот громкие заявления. Мой любимый подкаст. У меня есть татуировка на плече с сердечком, где ты, Христофор и Даша внутри. Причём не просто имена, а портреты. Да, да, именно так. И сердечко пробитое стрелочкой. Зачем я уточнил? Ну, все подумали Христофором. Да, конечно. Ну, вопросы будут касаться именно ведущих подкастов, которые я хотел тебя спросить, чтобы проверить, насколько хорошо ты нас слушаешь. Кто нашёл свою любовь во время записи подкаста из 13 в 30? Кто нашёл свою любовь? Так, я уверена, это не ты. Это логично. Это либо Христофор, либо Даша. Ага. Так, я знаю, что у Даши есть молодой человек, но я не знаю, есть ли девушка у Христофора. Да, есть. Они вместе больше шести лет, по-моему. А подкасты с 13 в 30 пишутся шесть лет? Нет. Не думаю. Значит, либо Христофор нашёл себе вторую любовь, либо это Даша. Да, мы ей кинули челлендж в одном из выпусков, чтобы она пошла на свидание с парнем из Тиндера. И вот эксперимент вышел из-под контроля, они до сих пор встречаются. Это правда? Да. Это вот прям правда, ты не шутишь? Да, мы кидали друг другу челленджи. Офигеть. Просто. Привет, Никита, если ты нас слушаешь. Это парень Даша. Следующий вопрос. Кто из нас троих пишет шутки за деньги? Так. Кому из вас троих нужны деньги? Да, в принципе, всем. Кроме Даши. У Даши есть Никита. Чёрт. Кто из вас троих умеет писать? Здесь сложнее. Я думаю, это ты, Данил. Да, вот такой вот вопрос про себя я добавил. Почему бы не упомянуть ещё раз то, что я являюсь автором шуток в паблике. В каком? Юмористическом. Че, конечно. Е. Или че? Кто как читает? Кто из ведущих делает маникюр? Так, ну это очень сложный вопрос. Реально, кстати, потому что ты точно не делаешь. Я тоже не знаю ответ на этот вопрос. Я думаю, что, ну Даша, конечно, Даша, но я не знаю. Возможно, это Христофор, потому что как бы парни делают маникюр. Ну это нормально, да. Как будто это ок вообще. Но мне кажется, это не ты. По крайней мере, я тебя не видела. Мне тоже так кажется. С шелаком. Ну да. Может, пока я сплю, конечно. Сейчас ещё пару секунд Данил будет проверять свои ногти. На предмет шелака и гидлака. Ну, слушай, Даша, 100%. Возможно, Христофор, но не знаю. Я даже не уверен в том, что мы это в подкастах обсуждали. Но следующий вопрос... Пусть будет Христофор. Его сейчас нет, никто не проверит, да? Да. Отлично. Здесь вообще никого нет. И меня тоже нет. И Данила нет. Я вообще не знаю, что вы слушаете. Кто видел НЛО? Христофор, конечно. Нет. Это не Христофор? Нет, это не Христофор. Это не Даша? И не Даша. И даже не я. А, ну я видела. Следующий вопрос. Это был отец Христофора. Блин, да в смысле? Ты сказал, что вопросы про ведущих. Как понять? Типа, отец Христофора. Отец Христофора не вел из 13 в 30. Нет. Ну ладно. Я просто не все выпуски вел и не все выпуски слушал. Я поняла. Хорошо. Кто не смог сдать ЕГЭ по-русскому? Это точно не Даша. Точно не Даша. Потому что Даша, насколько я знаю, окончила журфак. И она пишет. И пишет прям рассказ. Я думал, скажешь, тогда ЕГЭ еще не было. Кстати, это офигенная подсказка, потому что Христофор тоже зумер, я это помню. Когда был Христофор, был ЕГЭ, был в ЕГЭ, единый государственный экзамен. Был. Когда вы с Дашей, это где-то мезозой? Ну, плюс-минус. Да. Ну, короче, я думаю, что это ты, Данил. Блин. Нет, я сдал ЕГЭ. Я даже думаю, что Христофор сдал ЕГЭ, потому что он же тоже что-то... Христофор, да, журфак, по-моему, окончил. Журфатическое заканчивал. Это ты, Данил. Да я сдал ЕГЭ. Ты только что себя сдал. Журфатическое. Ну, сейчас бы я не сдал ЕГЭ. Едем дальше. Кем ты мечтала стать в детстве, а кем сейчас работаешь в Red Barn? Так, ну, начну с того, кем я сейчас работаю. Да, давай по порядку. Ладно. Я возглавляю производство рекламы во всех наших подкастах. То есть я придумываю, и девочки в моем отделе придумывают концепции рекламных интеграций. От идеи до прям реализации. Расписывают все тексты, согласовывают с рекламодателями. Вот. Так что, если вас бесит реклама у нас в подкасте, ну, что поделать. Ну, а вообще, вообще, приятно было бы, кстати, от вас получать, дорогие слушатели, какой-то фидбэк. Негативный, пожалуйста. И позитивный, если он, конечно же, есть. Мне кажется, сейчас люди, которые слушают наши подкасты, такие, воу, с 13 в 30 была реклама настолько нативная, что мы не заметили. Да. Нет, они, скорее всего, услышав это, потому что я занимаюсь рекламой во всех наших подкастах, всех подкастах студии Red Barn. Они просто, знаешь, как в Шреке с виллами выбегут, типа, с жеченого тролля. Ну, тогда реклама будет хуже, если вы сожжете ее. Так что, задумайтесь. В целом, спорно, но спорно. Понял, да? Это была только что интеграция нового подкаста. Юмореско, юмореско. Ну, и все. Ну, а в детстве кем ты мечтала быть? А, да. А в детстве я хотела быть врачом, на самом деле. Я хотела быть врачом-педиатром, наверное, просто потому, что я очень много болела. Очень много это прям каждую неделю. Практически болела очень часто от усилов в больницах. И кажется, что я хотела себя вылечить настолько сильно, что сама хотела быть врачом. Но про последовательность действий мне тогда еще не было известно. Чтобы как бы стать врачом, мне нужно было выздороветь, выжить. Хотя бы до 17 лет дожить. Но вообще врачом? Ну, то есть ты хотела стать неболеющим человеком. Да. Раз уж ты болела. Хорошая, хорошая детская мечта. Потом я, кстати, хотела стать следователем. Только потому, что я смотрела Комиссара Рекса. И хотела собаку? И Мухтара. И хотела стать Мухтаром. Хотела собаку. У меня была собака, немецкая овчарка, черная. И я часто брала ее на поводок. И просто ходила по двору. Не знаю. Видимо, искала преступников каких-то. Там просто мой брат усил и сидит с тех пор. Это шутка, конечно, это шутка. В Комиссар Рексе мне всегда нравилась сцена, когда собака вырвала булочки с колбасой у толстяка. Каждую серию. Я только ради этого смотрел. Там правда такое было? Конечно, да. То есть если была серия, где булку с колбасой не украли у толстяка, значит, дело серьезное. То есть конец сезона близится и будет... А, все, подожди. Это в интро было, да, где он пробегает и что-то или нет? Да, это было и в интро, и в каждой серии еще дополнительно. Это прикол. Вот такой вот гэк был, переходящий из серии в серию. Гэк. Ну, чтобы еще поближе познакомиться с тобой, расскажи нам, чем ты вообще занимаешься за пределами работы. Вот сейчас закончится запись подкаста. Ты выйдешь, вдохнешь краснодарского чистейшего воздуха, полную грудь и дальше что? Отправлюсь на ИВЛ, видимо. Ну, то есть детская мечта не сбылась? Сбылась я просто оказалась не по ту сторону. Можно сказать так. Ну, конкретно сегодня я поеду поздравлять свою подругу с днем рождения. Кстати, можно поздравить мою подругу с днем рождения? Типа как на радио. Да, и она в пятницу еще и послушает выпуск. Класс, а у нее он сегодня как раз. С днем рождения, Яся. Все. А именно сегодня поеду поздравлять с днем рождения подругу. А в целом... Слушай, ну, по-разному на самом деле. Я вот последние несколько дней начала практиковать детокс. Причем детокс какой-то очень странный. Не знаю, почему я это даже так называю. Я просто решила потестить, что со мной будет, если я вот просто прихожу домой, переодеваюсь, иду в душ, ем и больше не делаю ничего. То есть я отключаю уведомления на телефоне, я выключаю все гаджеты, любые фоновые, я не отключаю телевизор, радио, подкасты, не беру в руки любые источники информации, типа книги, медиа и все такое прочее. И просто мне было интересно, как я буду сама собой проводить время. Более того, я даже с кошкой перестала взаимодействовать. А это был последний оплот коммуникации у меня в доме. Источник информации. Да, конечно, в целом я всю информацию получаю из кошки. Она молчит, но информацию из нее я получаю. Получилось странно, очень, как будто бы ты в каком-то депривации находишься. А вообще, если мы говорим о хобби, kind of, мои предпочтения. Играю чуть-чуть на электрогитаре и на акустической тоже. Как и все, залипаю в смешные и не очень смешные видосики. Занимаюсь профессионально doom-скроллингом просто. У меня 99-й левел. Я просто забыла, что ты, да, мезозой. Doom-скроллинг — это когда ты просто... Для меня doom-скроллинг — это когда ты скроллишь игры про Doom. Да, место прохождения. Да. Читер. Doom-скроллинг, я думаю, сейчас это всем будет знакомо. Я просто листаю ленту новостную бесконечно. Вверх-вниз. Ну да, на один скролл. Я просто смотрю на один пост постоянно. Листаю ленту и абсолютно не имею возможности как-то поучаствовать в глобальной ситуации, которая сейчас происходит. И всегда происходит. Короче, просто мониторю ленту. Сижу и созерцаю новости, какие-то источники, перехожу из одной ссылки в другую, пытаюсь что-то узнать. Ну, я в целом этим всегда занималась, честно говоря. Ну, это весьма интересное занятие, да. Вообще, когда ты говорила про странный детокс, я подумал там что-то про прихожу домой и стараюсь не употреблять уран. Ну, то есть, чтобы не быть такой токсичной. Да, так и есть. Я просто соврала. Да, вот этот информационный детокс, не потребляя информации. Что еще я делаю? Еще я книжки читаю, почитываю частенько. Смотрю всякие документалки про уран. Как перестать его употреблять? Ты знаешь, есть книга, как бросить курить за 30 дней. У меня точно так же, как бросить уран. Ладно, я не употребляю уран уже месяц после шести. Ну, примерно как-то так. Обычный чечек, обычный, ничем особо не примечательный. Ну, то есть, нет таких странных хобби, как метание копья в деревья в лесу, или там поиск клада с металлоискателем, или метание ножей в стену дома. Ну, электрогитара достаточно прикольно звучит. Я мечу электрогитару, как рыбка. Ты Guitar Hero проходила всю? Нет. Но я, кстати, вот пару дней назад отжала у своего старшего брата PlayStation. И теперь планирую еще и там залипать. Начну с Ведьмака. Ну, отличный выбор. Прям неплохо. Спасибо. Бумер, миллениал, зумер. Кем бы ты хотела быть и почему? Ну, ты сейчас зумер. Хотела бы ты стать бумером или миллениалом? Надо подумать, на самом деле. Наверное, мне кажется, что в каждом поколении есть свои плюсы. Я вот одно время очень сильно романтизировала эстетику вашей юности. На мой взгляд, я могу ошибаться. Но это вот с 2006 по где-то 2011. Потому что кажется, что это такое ламповое время было, которое до нас дошло только по всяким там джинсы порезанные лета, три полоски на кедах. Но мы это не прожили. Мы просто как такие, типа, да, мы тоже в теме. Сентябрь горит. Но на самом деле мы это как-то не прочувствовали. Мне казалось, что это очень романтичное время. Особенно студенчество в это время. Там всякие группа зверей, какие-то прикольные встречашки с кем-то. Кажется, что тогда это все было наивнее, проще. И люди кринжово одевались. Я просто, ну, жесть. Типа, я просто увидела водолазка, на ней футболка. Ну, типа, вы под чем-то все ходили. Да, это абсолютно нормально. Данил сейчас сидит просто в водолазке, у него сверху футболка. Да, и они разного цвета. И на кедах, получается, три полоски. Это что касается вашего поколения. Поколение бумеров, я думаю, тоже романтичное отчасти. Ну, 90-е мне показались романтичными после просмотра фильма «Брат». Бригада. Романтика, почему нет? Ну, думаю, что эта романтика больше в кино, чем в реальности была. Не знаю, может быть, у всех по-разному, конечно. Ну, и в нашем поколении тоже есть, конечно, свои плюсы. Мы единственное поколение, которое думает, что оно полностью свободное от всего и абсолютно глубоко в этом заблуждается. Потому что, ну, это не так. Но в любом случае есть больше возможностей общения, больше каких-то хобби, больше информации, больше всего. Поэтому, если бы я в конечном счете выбирала... Знаешь, для справедливости нужно взвесить еще и минусы. Вот я сказала про бумеров. У них были минусы в виде 90-х. Ага. У миллениалов были минусы в виде... В виде зумеров. Да, я думаю, что это на вас давит отчасти. Вот мне кажется, кризис среднего возраста, это как раз-таки про миллениалов. Потому что уж слишком, как будто к вам больше требований. Конечно, да. Ну, что ты будешь требовать от зумера? Не жевать жвачку на уроке? Данил, мне 23. Сейчас выплю на жвачку. Короче, а нам, зумерам, вот что у нас негативного? Это разгребать психичные порушения ваших бумеров, думеров и вот этих вот всех. А вы еще планетку чуть-чуть загадили. А нам со всеми разбираться и еще поколение бета, альфа, я не знаю, вам не уран. Что там следующая будет? Альфа, центавра, я не знаю, бета, гамма. Ну, смотря где. После зумеров кто идет? Да все, хватит. Квадрокоптеры? Опять бумеры пойдут. Мне кажется, должно быть по кругу. Потом миллениалы станут молодыми. Но 2007-й мы так и не вернем. Это грустно. Лучший год в мире, по-моему, вот с нулевых, ну в смысле там с нулевого года вот Рождества Христова до текущего дня, это 2007-й год. Но лучше времени не было. Может быть, не знаю. Мне в 2007-м было 8 лет. Ну давай по порядку пойдем. Я не особо вкусила. Первый год нашей эры, что там случилось хорошего? Ты помнишь что-нибудь? Ну, год как Христа не стало. Ну ладно, допустим. Второй год после Рождества Христова. Ну, что-нибудь было такое запоминающееся? Там эмо-готы, по-моему, не было. Вот, третий год. 2000 лет later. 2007 лет спустя. Да. 2007-й. Пожалуйста. Рассвет всего, закат всего. Живи. Это не ты составлял вот в учебниках истории эту ленту времени, где просто сначала типа ничего, а потом компьютеризация, ИВЛ, ЭВМ и все. Больше ничего нет у нас, как известно. И все это, я не знаю, какой год я бы хотел вернуться, помимо 2007-го. В 2007-м классно было. Как ты знаешь, мы вообще наш подкаст создали из-за того, что действительно есть огромная разница между миллениалами и зумерами. Вот. И я хочу спросить у тебя, вот главное, что есть у зумеров, но нет у миллениалов? Я думаю, мы больше открыты к вариативности этого мира. Ну, то есть, не важно, что произойдет, вы будете к этому готовы? Нет, не совсем. Я думаю, что мы больше способны адаптироваться, больше способны принять разных вариаций, чего бы то ни было. Например, мы более терпимы, толерантны ко всем людям. Это же скучно. Ну да, геноциды классно. Не, ну правда, я с точки зрения юмора рассматриваю, сколько всего смешного было построено именно на почве какого-нибудь вот этой нетерпимости. Да, согласна. С нашим приходом все стало гораздо более обидчивым. Да. Но мне кажется, что это и неплохо. С одной стороны, я сама человек, который любит черный юмор. Я, конечно, стараюсь никого не задевать. Прямо жестить не стоит. Но с позволения человека, если ты примерно понимаешь, что ему это ок, ты можешь это сказать. Но еще мне кажется, что с одной стороны, да. А с другой стороны, все штуки, все шутки, которые основываются на какой-то дискриминации, каких-то таких подколок жестких, сарказма и прочего, они достаточно стары. От этого они, вероятно, избиты. И, конечно, есть классика, которая смешна и мне, Данил. Не подумай, что я душнила. Не подумай, пожалуйста. Это зрители наши подумают. Ну, там уж на их суд. Вот. Но кажется, что это создает больше вариантов, опять-таки, для разных других сфер. Потому что очень много всего, над чем еще не пошучено. Над чем, я не скажу. Потому что я не шучу. Вот. Но, тем не менее. Я думаю, что мы более гибкие, мы более немногогранные, но мы видим больше грани, чем вы. И это не то, чтобы хорошо или плохо, это просто кажется, что это факт. При этом, конечно, это не значит, что вы все такие... Мне просто еще с Данилом подкаст писать три минуты. Надо срочно извиниться. Вот. Поэтому я не считаю ни в коем случае, что наше поколение лучше. Да, надо было извиниться. Ну, я считаю, что оно лучше. Вот. Но, тем не менее. Давай тогда перейдем уже к более актуальному вопросу. Представь то, что тебе нужно совершить релокейт, как вы, зумеры, любите говорить, на необитаемый остров. Так. И тебе нужно взять одну вещь с собой. Что это будет? Конечно, это будет поридж-тиа. И я хочу взять еще картину Густава Климта. Нет, на самом деле, я вообще здраво рассуждаю в этой ситуации никаких нахрен пориджей, картин, музыки и прочего. Потому что я думаю, что нужно брать те вещи, которые тебе помогут выжить. А именно... Это одна только вещь должна быть? Пока что да. Ну, потом, может, ты второй раз попадешь и сможешь... У меня нет ничего. Ну, то есть ты вряд ли выживешь. И, то есть, должна быть вещь, с которой ты захочешь провести остаток своих дней. Или вещь, с помощью которой я смогу что-то себе как-то замутить, какие-то штуки для выживания. Ну, то есть корабль ты не сможешь с собой взять. Фрегат тоже не подойдет. Ну, это что-то, что поместится в руку, условно. Ну, типа маленькая. Ну, да, не каноэ. Даже не маленький плод. Ну, это просто земля плоская. Ладно. Этот текст и шутки нам писал Юрий Лоза. Дальше звучит песня в его части. Ладно, песни не будет. Что бы я взяла? Первое, что мне пришло в голову, это нож. Но потом я сразу же подумала, что на острове могут быть какие-то камни или заостренные предметы. И мне он не пригодится. Поэтому. А, да кому я бы взяла сигнальную ракету? Это так называется? Ну, да. Сигнальный пистолет с сигнальной ракетой. Ну, то есть, ты бы просто сидела и ждала такая атака. Плывет корабль, и в него стреляешь, и он загорается. И там еще люди приплывают, и ты их съедаешь. Нет? Для чего? Да. Ну, значит, следующего. Да, блин, мне просто кажется, что, типа, что бы ты ни взял, этого будет мало. Ну, что я возьму? Одеяло? Ну, как бы, что за бред? Типа, брать какие-то... Волейбольный мяч. Может быть, я бы взяла... Ну, типа, у меня, возможно, на мне были бы кроссовки. Как бы, я же не знаю, с чем... Ну, скорее всего, да. Ну, волейбольный мяч надо брать. У Уилсона. У Уилсон, точно. Но я бы адаптировала по Уилсона, а не волейбольный мяч. К тому же, там был, по-моему, бейсбольный. Короче, в любом случае, что бы я ни взяла, это было бы бессмысленно. Просто абсолютно. Потому что, ну что, спички? Нет, они закончатся. Какой смысл? Нож? Ну, может быть, там будет что-то острое. А что-то тёплое? Тоже бессмысленно. Это всё истрепается. А огонь? Ну, как бы, нужно добыть самой. Вода, если это остров, она есть. Солёная. Солёную воду же можно пить, да? Всегда? Абсолютно. Ну, вот, литров 10. Пресной нельзя. А, точно. Надо будет подсолить кулер дома. Поэтому я бы взяла сигнальную ракету, чтобы попытать счастье. В любом случае, всё конечное. Звучит логично. Кстати, интересный факт про фильм «Изгой». Сцена, в которой Том Хэнкс вскрывает коробки с посылками. Помнишь? Внутри был Данил. Федекс? Да, коробки «Федерал Экспресс», «Федекс». Он вскрывает все коробки, кроме одной. И вот эту последнюю коробку он решает доставить во что бы то ни стало, потому что он как представитель компании. По замыслу режиссёра должны были в самом конце показать сцену, как человек получает эту посылку, вскрывает её, и там набор для выживания. То есть там сигнальная ракета, нож, вот это вот всё, что тебе необходимо, чтобы выжить. Подожди, а напомни, я давно смотрела, это он на острове вскрыл всё, кроме последней? Да. Но он решил для себя то, что он выберется с острова живым. И именно эту типа доставят? Да. А на остальные плевать. Доставил её, надеюсь. Кому-то помогла. Может быть, доставка была, знаешь, на какой-нибудь необитаемый остров, человеку пригодилось бы. Конёк там, наверное, с лезвием был внутри. Так, ну, следующий вопрос. Представь то, что его задаю не я, а Валдис Пельш на улице встретил тебя, подошёл к тебе и сказал, Диана, тебе всё равно никто не поверит, но мне интересно, кто твой ведущий, любимый в подкасте с тринадцати в тридцать. Я не... Ну, нет такого вообще. Это вырезать? Ещё варианты? Его нет. Нет. Да его нет, ну правда. Не потому, что я боюсь вас обидеть, я как бы могла бы сказать. Просто вы-то работаете, это всё работает благодаря химии какой-то, потому что Даша модератор, а она задаёт какой-то тон. Ты прикольно шутишь и выбрасываешь всякие штуки. Христофор, это Христофор, Христофор прикольный. Ну да. Вот. Кстати, почему-то он молчал, это выпуск весь. Надо спросить, что у него случилось. Христофор. Он машет головой, типа не скажет. Кстати, ты можешь звать меня не Диана. Нет, а как? Мы с Данилом уже сблизились, мы с ним друзья стали за время всего этого выпуска, поэтому можешь звать меня просто «С Христофором было лучше». Хорошо, «С Христофором было лучше», я предлагаю перейти к следующему вопросу. Но что в детстве ты обожала кушать, а сейчас просто на дух не переносишь? Вот у меня это крабовые палочки, у Христофора что-то, у Даши тоже что-то явное есть. А у тебя что? Классно, да? Я своих коллег изучил. Да, да. Я могу задать тебе тот же вопрос, Данил, в таком случае. Наверное, я в детстве очень любила сиропы от кашля. Серьезно? Я обожала их. Просто особенно один он был фиолетового цвета, я не помню, как он называется, но моя мама, которая слушает этот подкаст и выдает мне правки после каждого выпуска. Но я, кстати, к ней прислушиваюсь. Она точно знает, как он называется. Мне, короче, в детстве был вообще заскок, я говорила, что я болела очень много. И когда у меня спрашивали, мне было года три, мне спрашивали, девочка, как тебя зовут, я говорила Афлубин. Диана Афлубин. Просто потому, что это было лекарство, которое я постоянно пила. Здесь могла бы быть ваша рекламная интеграция в аптеке, но ее нет. Заплатите нам, напишите в директ. Свяжитесь с нами. Да, я очень любила сиропы от кашля, причем некоторые. И прям вот для меня это было прям класс, 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 потому что, ну, это вкусно. Ну, только знаешь, там не сироп солодкий какой-нибудь, а был прям типа ягодный такой фиолетовый. Был банановый, и меня от него тошнило. Не, мне вот не покупали фруктовые. Как бы, я говорю, когда ягодный, там какие-то нотки есть, но это не вкус, там клубники, смородины и прочее. Он просто какой-то прикольный был. Я его очень любила. Сейчас я просто ненавижу сиропы. Ужасно не люблю. Из продуктов, наверное, ничего. Не могу вспомнить. Сладкое. Сладкое в детстве любила, сейчас практически, ну, очень редко не. Интересный ты человек, конечно. Диана Афлубин. С Христофором было лучше. С Христофором было лучше. Раз уж мы о нем заговорили, куда ты делал Христофора? А да он тут, он со мной просто ходит. Хорошо. Куда ты делал Дашу? А да она тут, она просто со мной ходит. Отлично. Даша на больничном. Пожелаем Даше здоровья. Здоровья тебе, Даша. Если бы ты была газетой, то как часто ты бы выходила в свет и как бы ты называлась? Этот вопрос я придумал лично. Джизус. Это не название. Я бы не выходила никогда. Пшенка и перловка. О чем бы это была газета? Потому что нахрена они нужны. Мне кажется, название газеты Пшенка и Перловка хоть как-то оправдывали бы их существование, потому что это газета. Перловка вкусная. Смотри, у вас, зумеров, есть очень много классных кино. Например, Горько. Горько 2. Защитники. И у меня вопрос в связи с этими явлениями в обществе. Какую суперспособность из фильма «Защитники» ты бы хотела получить? Во-первых, нам это подкинули. Там нет такой суперспособности. Какие-то люди шли за мной. Они толкнули меня по куртке и в кармане оказались защитники. Я долго отстирывала куртку. Но это не мое. А во-вторых, очень интересно. Ты сказал, а ничего ж, что как бы еще «Мстители» были. Конечно, это до нас было придумано. Это миллениальская тема. Но сделано было практически при нас. Без нашего участия. Мы любим присваивать себе различные. Миллениалов, да. У вас защитники, ребят. Живите с этим. У нас «Мстители». Я даже не знаю, какие герои были в «Защитниках». Ну, там был человек-медведь, возможно. Ты серьезно? Да. Был очень быстрый кавказец. Или азиат. Я так и не запомнил, кто он по национальности. А, его звали Хан. Азиат все-таки. Вот, он был очень быстрый. Потом была девушка-невидимка. Это украли из «Фантастической четверки», скорее всего. Да, то есть быстрого азиата никто не крал, да? Флэш — это наш ответ русским санкциям. Я не знаю, это не имеет никакого смысла, но ладно. Потом главный злодей там был очень сильный и умный. Нет ощущения, прости, что «Человек-медведь» — это Халк, что супербыстрый азиат — это Флэш. Флэш, что невидимка — это невидимка, девушка из «Фантастической четверки», кажется. Миссис Фантастик или как-то так ее звали? Нет, там был капитан Фантастика, и она его жена была. Ну смотри, они доработали каждого персонажа. Допустим, у Халка, который человек-медведь, был пулемет восьмиствольный. Я правильно понимаю, что у «Человека-медведя» было восемь стволов? Да, да, получается так, это была его суперспособность. А, например, вот, которого скопировали с Флэша, Хан, который супербыстрый, они посчитали этого недостаточно, они ему еще две сабли дали огромные. И костюм, который его замедлил. По идее, он мог уворачиваться от всех пуль и ударов, но ему дали пуленепробиваемый костюм. Костюм, который его замедлил? Да. То есть они дали Флэшу костюм, который его замедлил? Ага. А, «Человеку-медведю» пулемет восьмиствольный. Ну так и кем бы ты хотела оказаться в этой вселенной чудес? Сценаристом, кто это все вообще родил просто. Засчитывается. Если бы ты открывала свой бизнес по производству чего-либо, что бы ты производила и как бы ты это продавала? В идеальном мире? Или в существующем вообще, в любом мире? Ну, в идеальном, да. Деньги. И люди бы покупали деньги? Я бы просто производила деньги. И продавала бы деньги? Нет. Не продавала бы? Нет, зачем продавать деньги? Блин, справедливо. Ты просто производишь кучу денег и не работаешь. И сейчас люди на бирже такие, вот это мы тупые, конечно. Зачем продавать деньги? Покупайте деньги и производите. Ну, просто для того, чтобы продавать деньги, нужны какие-то знания. А зачем в это в целом погружаться, если ты можешь просто иметь возможность производить любое количество денег, которое тебе нужно? Типа, напечатала, купила дом. Напечатала, купила машину, все. Я об этом в детстве мечтал. То есть я действительно не понимал, почему люди с принтерами такие бедные. Да. А потом я узнал то, что есть билет банка приколов. В принципе, уже наше интервью с тобой подходит к концу. Ну, хорошо. Как у тебя ощущения? Ощущения приятные. Очень волнительно было. Я даже очень сильно не ожидала и не готовилась к этому. Хорошо. Теперь то, к чему ты точно не готова, это финальный блиц. Финальный, абсурдный, небольшой блиц от меня в качестве интерактива. Отвечай быстро и не задумываясь. Когда началось время? Сегодня. Как понять, что ты не спишь? Проснуться. Если заменить все детали корабля по очереди, пока не останется ни одной оригинальной, это будет тот же или другой корабль? Тот же. Какой формы наше поле зрения? Футбольный. Какой подлокотник ваш в кинотеатре? Правый. Что произойдет, если Пиноккио скажет, у меня сейчас не вырастет нос? Он вырастет. Но он же растет только, когда он врет. Ладно, едем дальше. Блин, это ужасно. Я ни один прикол не выкупила. Ладно. Если до нас были предки, а после нас будут потомки, то кто мы? Теперьки. Годится. Вот такой у нас получился блиц, вот такой у нас получился выпуск. Мы узнали все, что хотели и не хотели узнать о Диане. А вам придется смириться, что теперь она с нами. И будет развлекать вас вместе с Данилом и Дашей, где бы она сейчас не была. Каждую пятницу. Это был подкаст из 13.30. Еженедельное ток-шоу молодых людей, которые постарели слишком рано. И с вами в студии были Даша, Данил и Диана. Всем пока. Всем пока. Всем пока. Был пулемет восьмиствольный. Я правильно понимаю, что... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова